Это оттопыливается, двигается, если надо, да. Значит, здесь у нас с тобой развалитель для масляных красок. Кисточку там не моем, не промакиваем, только берем жидкость для разъезжения. Взяла жидкость, взяла берельца, сделала сметанный замес, там и мокрую сметану, здесь обыкновенный. Взяла розовый, взяла желтый. Полностью избавишься от белого замеса, розового, желтого. Выштриховать все, выштриховать все, выштриховать. Хорошо? Давай так. Сделала из нее инструмент а-ля пирушка. Распределила все, что ты положила, вот так, мягко. Мягко, чтобы не было внятной структуры. Если суховато, а немножко суховато, подлила сюда вещества разбавителя, еще раз подмешала и вместе с разбавителем. Тряпка немножко вязнет. То есть надо, чтобы не так вверху. Хотя некоторая суховатость эта картине будет уместна. Там у нас как бы плоскость, не плоскость, а пространство неба, оно может быть мерцательным или орошательное состояние. Земля нарочи-то горизонтальная. То есть чуть-чуть выявит это. После этого ты возьмешь плюс коричневый, плюс розовинки, опять же, иногда плюс желтинки. И начнешь темные проявления рисунка закладывать в картину. Темные проявления. Прямо вот такими еле касательными прикосновениями. Вот эти чирки. Чирки, которые создадут атмосферку множества веток. Чирк. В эту вязкую среду, в это вещество оно прекрасно входит. Давай так. Хорошо, хорошо. Значит, у нас есть тряпки сделать фигушку. Не тряпку для мойки окна, а вот такую фигушку. И фигушка прекрасно рисует. Ладно? Давай. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Смуглее, тростнее, мутнее где-то и палец задействовать. Молочагов. Значит, чуть-чуть мутноватого. Чтобы не было только шершавенького. Немножко вот такого дымчатого, мутненького. Грязь появляется. Не, 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 это не грязь. Здесь внизу возьмешь мастихинчик. Возьмешь мастихинчик. Возьмешь белильца. Розовильца, коричневильца и желтенький. Вот такой сложный цвет. Но опять же, у нас всего три цвета на палитре, поэтому ничего сложного. И немножко комковато, комковато-чвякотельно, как бы чуть-чуть запятой укладки, с некоторой запятой, запятой, нашвыряешь вот эти попадавшие листья. То есть здесь у нас нет густой краски, а здесь появляется. Причем делаешь, как бы, игнорируя снег. Где надо, внесешь еще темный. А ты кого в этом видела? Я? Да. Голые деревья. Что это может быть? Думала, земля. Белая. Вообще-то белая не может править. Левая, да? Значит, это снег. Немного пока игнорируем его вообще. Для того, чтобы положить его сверху. Тоже здесь нашвыряешь вот этих ребят чуть-чуть. Но в меньшей степени, чем в центре. Центр должен взять на себя идею переднего плана. А снежочек? Как бы такой грязноватый белый цвет. Можно чуть-чуть с голубиночкой. Чуть-чуть. Очень деликатно с голубиночкой. Начнешь укладывать сверху на то, что ты положишь под него. Где-то раздавливать. Где-то не раздавливать. Вот такой будет малоразличимый эффект. Хорошо? Накидаем. Этот же снег и здесь. Более теплого цвета. То есть, более рыженького цвета. И чуть светлее. Но не открыто белый. Единственный белый цвет здесь. Это солнце. Все остальное не до белое. Ладно? Прямо не до белое. Солнышко. Ты возьмешь сначала тряпочку. Возьмешь белиться. Чуть-чуть розовица. Чуть-чуть желтеньца. Такой разбеленный мотив. Сначала накидаешь его. Вот таким наштриховыванием. Мягенько. Вещество белил. А потом уже получившееся. Возьмешь чистый палец. Вот этот. Возьмешь белильце. Можно с желтильцами. И загонишь уже. Более откровенно делаю. Вплоть до того, что финишируешь вот таким раздавленным состоянием белил. Ну, там больше желтенького, да? То есть будешь добавлять желтого. Если на палитре нет места для желтенького, допустим, расчистила территорию, создала условия. Хорошо? Давай. А с деревьев мы пока ничего. Смотри. Мастиким держишь вот здесь. Чевят вот такой. Чевят. Там открываются. Чевят. Да. Такой. Как ошпаренный. Кисть. Сейчас выбор кисти. Сейчас я табуреточку. Сиди. Заведу. Одну очень важную ошибку совершила. Листья не лежат вдоль дороги туда. И снег не лежит, как листья. Это все лежит горизонтально для нашего угла зрения. Горизонтально. Чего солнышком не занималась? Не дошла. Так. Сильно разнородно. Смотри, какая однородина. Однородина. Ну, взбитенькая. Ну, пусть. Здесь красиво. Здесь хорошо положила. Снежочек. Немножко с голубиночкой. И он же ковриком лежит. То есть пусть лежит ковриком. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Ковриком пусть лежит. Не листьями, а ковриком. Вот таким. Да, там какие-то уже разбитости этого коврика. Порванный коврик. Но все-таки ковричек. Ковричек. Ладно? Вот такой. То же самое и так. То есть, как бы красочка несколько раздавлена. Вот ты положила и раздавила. Вполне снежочечно, да? Значит, возьмешь кисть. Возьмешь коричневый, красный. Синий. То в пользу одного варианта. То в пользу красно-три. То в пользу синевы. То в пользу коричневизны. Начнешь набирать стволики. Причем, вот этот коряжистый характер. Вот такими действиями, вот такими действиями будешь набирать. То есть, не будешь церемониться вот так, проволочки рисовать. А будешь рисовать вот такой косматенький лес. Вот такой. Косматенький. То есть, одно дело на фотографии. Другое дело идея наброска. Питер, да? Идея наброска. То есть, да, косматенький. Косматенький. Вот так. Вот так. И он сразу, смотри, какой становится живенький. Прямо возбуждает своей лесовитостью. Вот он. Вот он. То есть, гоняешь красочку туда-обратно, подкручивая кистью, чтобы гоняние краски, вернее, чтобы происходил сброс краски то с одной части кисти, то с другой. То есть, очень живое действие. Ты видишь, да? Очень живое действие. Там нет стволов, но я бы такой, что немножечко бы, чуть поодаль поставил бы стволичек, хотя бы один. Немножечко к нему бы тоже пристроил бы веточек. А заодно веточек вот такого направления я. Лежачие кисти, видишь? Коряжистость. Укладки. Коряжистость. То есть, пауза, рывок, пауза, рывок, пауза, рывок, пауза. Мера краски на кисти такая, чтобы не оставлял. То есть, ком краски не берем. Ком не берем. Чуть-чуть приглаживаем кисть и не давим практически. Вот они, сегменты веточек. Да? Тренируем этот способ упасть. С этим местом все-таки доразобраться поскорее, потому что у нас туда уходит дорожка, а здесь мы еще с собой человечка поставим, если хочешь, девушку. Там же ж есть светло, плотно, не вот так, а плотно. Вот так. Это рябо, а нам нужно плотно. Плотно и сама дорожка туда пошла. Вот эту. Да, и просто спокойненько. То ребром, то плашмя. Устроишь, то есть кисть будет плоская. То есть вот так, наверное. Да, то ты вела-вела-вела линейку, повела тоненько, то расширила. Расширила, повела тоненько. Отлично веточки. Ой, какие веточки. Здесь немножко, правда, решеткой, а здесь все отлично. Супер. Решетка. Ну, сильно они друг друга пересекают решеткой. Так. Чуть дальние деревца все-таки пусть будут мутнее. Мутнее. Ага, ага. Так, не занималась этим, да? Я от какого-то взглянула, не на сколько мне. Значит, не поняла юмор. Смотри, юмор вот в чем. Так. Я ее сделала ярче. Солнце делала. Так вот, есть берега. Это что, просто? Да, да. Рекомендую. Да? Угу. А у тебя это почему? Потому что там грязные остатки краски. Грязные. Но они потом... Никак. Никак нагреет. Они же окаменены. Просто затереть. Вот я только что затек. Я даже не мы. Ты видел? Просто затек. Да, да. Дело в том, что прикосновение здесь и прикосновение здесь одинаково. И ты получаешь здесь уже предощущение этого. Мало того, на твердом мастихину очень трудно мешать. Потому что ему никто не помогает. А тут моментально замешал. То есть, если нужно замешать цвет, чтобы он не был полосатый, а был более ровный, то здесь это происходит моментально. Ты успеваешь замешать и сделать мазок на одном дыхании. А там ты трежь, 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 трежь. Так, хорошо. Так, плотности не хватает этому пятно. Свет всегда несколько плотен. Поэтому цветовым партиям мы даем густую красочку, теневым не густую. Хватает краска здесь. Да. Смотри, как прозвучало это в контексте картины. Ну да. Чуть розовее в этом пространстве. Идею вот той уходящей историки, где туман залег. Показали мы. Там у нас деревца растут. И тропиночка. Чуть отличается цвета мглы, уходит тумить ее. Чуть-чуть отличается. Почему здесь, в принципе, на этой фотографии держатся знак? А на картине сливаться? Что же что? Здесь цвет похожа на оранжевый, а мы все-таки даем белый. Тебе белый здесь оранжевый? Да. Ну, чтобы человек понял, что это снег, а не что-то другое. Только для этого. Но вот сюда можно было поранжевее положить. Можно, да? Конечно. Оттонелись. Так. Чтобы снег уходил вдаль вместе с дорожками. Чуть-чуть его тамада обозначен. А тут только одна полоса и нет этого ухода. Также и здесь тоже. Чуть-чуть остатки снега валяются. То есть пошел-пошел-пошел-пошел уход. Немножко рыжий директор. Иногда даже можно на палитру не ходить. Вот где-то брать по соседству. acre-пошел-пошел А не всегда. Мелкость девушки даст ощущение высоченности деревьев. Чуть-чуть приземляем за счет тени ее. Чуть-чуть можно подсунуть. Воздух. Если он не будет такой же прорисованный, как на фотографии, не страшно. Главное вообще идейку вот этого туманного воздуха. Немного зайдем сюда этими веточками. Эту арку деревьев обозначим. Вон бледнятина какая, смотри. Стволиков. Чуть смягчим решетку. Художники очень боятся тряпки. Почему? Ну, потому что их муштровали на кисть. И как бы в кисти честные результаты соревнования с другими художниками. Поэтому боятся тряпки, боятся мастихина. Именно потому что они соревнуются с другими художниками. Мы с ними не соревнуемся, нам можно все. Тем более, что в тайнах, так сказать, ремесла, когда-то Рафаэль спросил, а что вы пейзажи не пишите? Говорит, нескусно писать то, что можно сделать тряпкой за 20 минут. Предполагаем, что другие художники скрывали секрет, так сказать, ремесла, свое пристрастие к тряпке. Ну, вот вы Ирис и Ван Гога рисовали. Там же никакой тряпки вообще не приходится. Ну, а зачем там тряпка? Там густой мазок а-ля червь. Нет, цветы пейзажи. Там тряпочка. Нет, тряпочка не обязательное условие. Ну, вот мы с девушкой писали, там нам тряпка вообще не нужна. У нас совсем был другой ход. Тряпка это так, это легкий способ решения крупных задач. Обобщающий способ решения. Дерево оборечивая тряпочка и раз, раз, раз. Да, да. Вот это, мне кажется, кисточкой сложно. Я рисовал это как тряпка. Во всяком случае, нужно иметь очень мощную, либо очень мощную технику рисования, либо хорошее терпение. Сиятелен. Единственное, что вот эту рыхлятину немножко уберем. Сиятелен. А сиятельность, в данном случае очень уместно, да? Ничего сиятельного здесь нет, только солнце. Но именно придавленный мазок, разбеленный придавленный. Не надо, Светка, ничего делать? Ничего. Нет, все, нормально. Спасибо огромное. Спасибо.